Я вам рассказывал о том, что я поднимал масло черного тмина. Я выпил вот такую вот бутылку. Ну, я бы не сказал, что что-то такое особенно я почувствовал. И рассказывал. Кстати, это изготовлено в Египте. Масло черного тмина. И, значит, что вот, когда я его упил, говорил, что оно уже где-то в желудке растворяется, там, 12-перстной кишки, и пошло уже дальше по крови. То есть, мне важно было, чтобы оно действовало в отделах тонкого кишечника, в нижних отделах и в толстом кишечнике. Этого не получалось. И вот я стал использовать семена. Вот семена, написано тмина. На самом деле, на самом деле, это семена не тмина, а зиры. Это действительно эфироносное такое душистое растение. Прекрасно работает. Но семена черного тмина, вот они какие. Именно они черные. И разница, конечно, есть. Эти душистые, эти такие жгучие, действуют по-своему, да. А вот эти вот, будем говорить, душистость и жгучесть, несколько иные. и вот когда я принимал масло, одну бутылку я выпил, даже, по-моему, две, я, скорее всего, одну такую выпил. У меня, в конце концов, пошло раздражение здесь, в пищеводе, что я уже не смог его принимать. Чувствую, ну, зачем дальше его принимать, когда она может просто-напросто разрезть. И я перешел на семена. Семена проходят через пищевод, проходят через желудок, и в тонком кишечнике они начинают набухать и давать свой дух, который как раз и нормализирует работу микрофлоры, то есть, ненужное убивает, нужно оставляет. Вот, а семена черного отмена, я так, вот, я уже подзабыл, я первоначально их принимал, но их было мало, их было мало, а они быстро у меня кончились, и я, когда искал, то, на базар обратился, мне, значит, вот, под видом семян тмина, зиры. То есть, это не тмин, разницу вы поняли. И еще разок повторю, зачем я использую не масло, а семена. Масло всасывается в желудки, где-то в 12-перстной кишке, все, в нижележащих отделах, тонкого кишечника, а тем более в толстом кишечнике, оно не работает. Семена, проходя через желудочно-кишечный тракт, набухают, раскрываются, и начинают давать свою работу, как раз, в толстом, в тонком кишечнике, в нижележащих его отделах, потом заходят в толстый кишечник, и начинают там. Результат то, что лучше становится пищеварение, стул оформленный, это говорит о том, что порядок наводится в толстом кишечнике, ну и естественно, от всего этого у нас и самочувствие несколько иное. Я вам начал рассказывать о тмине, о черном тмине, показал, как он бывает, какое масло черного тмина, какое, какие семена черного тмина, зиру, нечто похожее на черный тмин, но тем не менее, разница есть. Теперь о черном тмине я в одной из газет написал большую статью, как ее почитать. Вот я вбиваю Малахов Про, далее просто-напросто нажал на эту ссылочку, и у меня выскочил мой сайтик, вот он, красавчик. Статьи, библиотека, газета. Газета. Опа! Надо только найти, к сожалению, нету. Я потратил немало времени, чтобы найти свою статью. Это газета номер три за пятнадцатый год. По-моему, она еще не вся, и должно быть про масло тмина. Так. Что тут у нас? Странички. Страничка это у нас третья будет. Вот. Тмин обыкновенный. Семейство зонтичное. Значит, семена на рынке тмина. индийский тмин кумин важный компонент в рецептах овощных рисовых блюд и закусок. Семена черного тмина меньше, чем белые. То есть, бывают черные и белые, имеют более горький вкус. Темные. Имеют более горький вкус. И острый запах. Именно эти качества нужны для того, чтобы пережечь разного рода грибковые образования, имеющиеся у нас в желудочно-кишечном тракте, именно где-то в тонком кишечнике, в толстом кишечнике, у печени. Так. Значит, вот смотрите, я вам показывал тмин зира из Средней Азии. его широко используют в узбекской кухне при приготовлении плова и прочее. То есть, это тоже можно использовать. И он будет своеобразно действовать, но это несколько не то. Я не знаю, даже, знаете, как бы сказать, каждая микрофлора, каждая, будем говорить, грибок, вид грибков, они приспосабливаются к определенным, ну, будем говорить, фитонцидам, они на них не действуют. А вот немножечко следует только изменить из другого, допустим, семена подобрать, этот фитонцид, это масло ароматическое, которое там имеется, или, правильно сказать, эфирное масло, и дело пойдет. А так будешь пить, пить, и не то, то есть возьмет что-то сделает, а то, что хочешь, не сделает. Возготовка, хранение, химический состав, свойства, свойства используются в официальной и народной медицине, растению присущи антисептические, то есть противомикробные и противогрибковые, пронхолитические, очищающие дыхательные пути, свойства, обезболивающие, противоспазмические, то есть расслабляющие, послабляющие, то есть желчь будет из вас идти, когда будете применять семена от мина, запомните, далеко от унитаза не уходите, желчегонные, потому что желчегонная как раз идет желчегонная сбрасывается в тонкий кишечник, сразу же его активируют и пошел, 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 пошел и мощное послабляющее действие будет. Мочегонная прекрасна, ветрогонная отлично, то есть против перевозбужденного жизненного принципа ветра, когда побаливает спина, запоры, седативная успокаивающая и общеукрепляющая действие, да? Также семена стимулируют менструацию женщин, секрецию желудочного сока, двигательную моторику и образование молока у кормящих женщин. Примерно так же действует этменное масло, повышает аппетит и прочее, прочее. Значит, вот газетка у нас это третье номер за 15-й год, можете самостоятельно почитать, а я еще поищу, должно быть и про масло тмина.